всем привет с вами рафаэль анриал и сегодня вы увидите генератор который работает без топлива бесплатное электричество ученые физики в шоке как это изобретение может работать только на воде и за счет гравитации но это друзья еще не все также мы посмотрим второе изобретение которое сделал человек у себя на заднем дворе и он сам расскажет как эта штука работает ну что друзья мы начинаем самое главное друзья обязательно пишите комментарии и делитесь этим видео поскольку чтобы как можно больше народу узнала об этой технологии и сегодня речь пойдет о генераторе который работает на воде один уже подобный генератор работает в таиланде и на самом деле когда все это вышло в таиланде оказалось что это какая-то недоступная технология вполне возможно что она не работает но умелец из глубинки друзья на своем участке сделал генератор который работает по точно такому же принципу и сегодня мы будем смотреть досконально изучать как эта установка работает и вы будете просто шокированы тем что эта установка работает сама на себя то есть в самозапитке если подключить к этой установке генератор определенной мощности чтобы установка продолжала сама функционировать то тогда мы сможем просто снимать бесплатную халявную энергию и следовательно бесплатно отапливаться и пользоваться бесплатно электрической энергией ну что друзья ставьте лайки а мы приступаем просмотру также все ссылки как всегда будут в описании к видео первое что мы посмотрим это генератор который работает на силе гравитации когда своеобразные чаши сверху наливается вода под действием гравитации эти чаши или бочки с водой постепенно опускаются вниз и за счет шестеренок у нас все это дело передается на генератор следовательно вот эта вся часть машины она постепенно опускается и на другой стороне за счет шестеренок у нас образуются огромные обороты и туда можно подключать например генератор либо помпу но в данном случае здесь подключен это и другое следовательно мы можем как поступить этот генератор например производит электричество он запитывает насос и насос поднимает воду в эти чаши на самый верх установки и следовательно эта установка совершает вот такой цикл работы вы только вдумайтесь друзья кто-нибудь стал бы строить подобную огромную машину если бы она не работала и здесь вопрос стоит не в том что работает она или нет кто-нибудь будет тратить огромные деньги чтобы построить то что не работает я думаю ответ понятен что эта установка полностью рабочая также друзья если вы видели подобные какие-то генераторы или новые генераторы которые никто не видел то обязательно скидывайте ссылку в комментариях если нашли что-то интересное либо какой-то запрещенный бтг генератор а теперь мы посмотрим на нашего изобретателя который сделал у себя это все на заднем дворе всем привет в этом видео я расскажу про проект по генератор можно сказать энергия гравитационная которая работает на воде и механизм который пополняется энергией в общем как он работает сейчас я объясню делаем например вот такую вышку здесь цифры нарисованы все приблизительно для как бы ну чтобы понять как это все работает допустим вот эти это бочки с водой вот написано h2 но примерно по 20 килограммов каждое тут у нас их я нарисовал 11 допустим все получается у нас 220 килограммов 220 минус 20 это у нас на другой сторонке уже пустые бочки идут это как такая как конвейер получается 200 килограммов это давление остается минус 10 килограммов на силу трения там на редукторе на ну в общем сила трения можем побольше сделать на трение но это ладно плюс на насос тоже потребляет энергию какую-то и там на генератор но в любом случае у нас остается избыточное давление всегда потому что нам в какой-то момент нужно добавить например за полуоборота набрать только одну бочку нам надо 20 килограмм а вот это энергия этих бочек всегда сохраняется и давит в итоге у нас постоянный механизм работает и вода обратно поступает и за какой-то промежуток времени она должна наполниться все нужно опускаться дальше вот он насос я покажу как по какому принципу эти насосы работают и это у нас повышающий редуктор можете мультипликатор мультипликатор он конечно тоже чтобы увеличить обороты забирать какую-то энергию но если например 220 килограмм а он например стол из одного оборота делает стол в общем получается у него давление два килограмма и здесь два килограмма в принципе этого достаточно что поднимать можно принципе увеличить как сделать не 20 а 40 или 50 примерно будет эта вся конструкция полу тонны тогда здесь на каждый качок получается если у нас 1x100 тогда мы давим 5 килограммов за один оборот и того за один оборот у нас поступает туда 50 килограмм что способно наполнить две бочки ну в общем так сейчас я покажу что я уже сделал и но свои ошибки и сразу хочу сказать что секрет этого механизма заключается в большом запасе энергии виде заполненных емкости с водой тут включается сила гравитации сила гравитации несправедливо пренебрегается хотя вся вселенная все процессы во вселенной происходит благодаря силе гравитации благодаря гравитации загораются звезды благодаря гравитации наше солнце светит благодаря силе гравитации земля и все что на ней может существовать Но люди пренебрегают великой силой гравитации Гравитация сильнее, чем солнце и ветер Гравитация сильнее, чем вода и огонь В силе гравитации заключен неисчерпаемый запас энергии Нам просто нужно научиться брать ее Благодаря неисчерпаемой силе гравитации В ближайшем будущем все человечество будет обеспечено электроэнергией Потому что это просто и даром У нас есть шанс оставить чистую землю своим потомкам Когда-то по каким-то неизвестным причинам Создался огромный запас энергии И за счет этого запаса энергии и гравитации Все существует на этой планете и в этой Вселенной Также хотел рассмотреть конструкции древних Древних, которые тоже пытались сделать Такие вечные двигатели Но тут сразу видно колесо Его в то время часто использовали И небольшая струйка воды Мы видим, что тут никакого запаса энергии нет Предварительно Так что эта конструкция в принципе не могла работать Также и здесь мы видим то же самое колесо Архимедов винт Тоже вода льется Никакого запаса энергии не предусмотрено Так что эта конструкция тоже не могла работать То же самое здесь Объемный механизм Запаса энергии вообще нету Естественно она тоже не могла работать По поводу того Какие Естественно их никто наверное не пытался делать Но Сами схемы Уже были обретены на провал Сейчас мы рассмотрим систему Которая используется Сейчас В гидроэлектростанциях В общем я тут нарисовал Что это Как бы Старая технология Колеса То же самое используется Сейчас в гидроэлектростанциях Стоит огромный генератор Турбина Ну Это кстати крайне неэффективно Потому что вода проходит И без всякого запаса энергии Вылетает сразу И приходится строить огромные плотины Во-первых затапливаются огромные территории Во-вторых При обрушении плотины Это равносильно катастрофе Затапливаются сразу же огромные территории Смываются города, села Леса, звери Гибнут Люди тоже гибнут В общем Очень опасная конструкция И Крайне неэффективная Лучше использовать Вот подобие такой Вот тоже Например плотина Но она не такая большая И С запасом энергии Запас энергии будет заключаться Вот в этих емкостях Ну я тут написал примерно Тысячу килограмм Каждый Девять тысяч Пока это наливается Вот это давление Происходит Например Там на генератор Он вращается Выдает энергию Такие плотины Во-первых Не затапливают большие территории Ну Во-вторых В десятки раз эффективнее Ну в общем Вот эта технология Почему ее начали использовать Потому что Люди использовали ее до этого Это колеса Мельницы всякие Там Первые гидроэлектростанции Были такие И они немножко Модернизировали Немного совсем И оставили все как есть В общем Наши деды делали И мы будем делать так И вот получились Огромные плотины Неэффективные В общем так Если использовать Например Гидравлические тара На систему Например Мы ставим Делаем небольшую запруду На речке Там на ручье Ставим например Ну не одинности Естественно Не два Например Тысячу Тысячу Гидротаранов Это такая система Ну я сейчас Показывал до этого ее Сейчас покажу То есть Она способна Поднимать воду На Большую высоту И то же самое Запас энергии Можно использовать Вот так добывать Делать такие электростанции Очень эффективные И Не требует Большой затрат Можно сказать Делать огромные плотины Использовать можно даже Маленькие речки Вот Гидротараны Они поднимают Воду Например Ставим их Тысячу Тут Напор Получается Огромный И Эта система Вращается И вырабатывает Энергию Не требует Огромных плотин Реже Показываю Субтитры в общем это начало работы, тут я положил две железы, сейчас начну из них делать все что нужно в общем каркас сделал, тут нужно было бы специальные колеса заказывать, которые могли бы через цепь вращать на цепи крепится груз, сейчас покажу картинку как нужно было сделать, но это все оказалось очень дорого так что я решил использовать велосипедные колеса одесских велосипедов чтобы проще было подцеплять емкости для воды, я использую две цепи, так что для нее легче закрепить емкости для воды ну и другого варианта особо, чтобы эксперимент провести вначале я хотел сделать редуктор из колес, а чтобы цепи не скользили, хотел их резиной замотать тогда получилось как ремни, она бы ничего не скользила и крутилась бы нормально в общем идея использовать колеса в качестве повышающего редуктора оказалась плохой они особо сильно не повышали обороты, так что я их разобрал и переделал велосипедные звездочки лучше подходят как редуктор, они сразу увеличивают обороты и стабильнее работают и их проще приспособить я планирую использовать такого типа, он качает до 2 стороны, одну часть погружаешь в воду и он будет качать и в одну сторону и в другую и наверх, когда поднимается и вниз, когда опускается, очень удобно, хорошее изобретение короче такой агрегат, это у нас поршень, он там плохо сделал, но я потом помочь его сделать есть два обратных клапана, один туда направлен, другой туда и вот ставим его в воду, как он будет стоять ладно этот подстроит, тут слетает пока, неровно звездочку приварил в общем, вот этот редуктор, так он качает в общем, будет вода поступать в бочки и потихонечку опускаться, это будет естественно вращаться быстро в общем, такой механизм через шатунный механизм «Музыка» 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 Я случайно нашел вот это видео, где на велосипедной приводится в действие циркуляционный насос. Я решил его использовать в своем проекте, какой тип насоса. Мне показалось, что он будет более эффективным. Этот насос я решил сделать из канализационной трубы с заглушками и крольчатку из жести. На цепь я одел велосипедные камеры и на звеньях закрепляю бочки для воды, чтобы камера не скользила цепь, потому что мне не за что держаться. Емкость для воды я сделаю из линолеума. Вот из насоса шланг для подачи подходит к низу емкости, но она из линолеума внутри пленка, а сверху уходит труба вверх, это подача воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эксперимент можно считать удачным. Но в дальнейшем я хочу сделать серьезный механизм, по моим предварительным подсчетам, чтобы этот генератор выдавал, ну как бы подключить генератор, чтобы он выдавал хотя бы один киловатт, нужно механизм делать, чтобы груз, вот эти бочки с водой, давление было хотя бы однотонно. Ну, понятно, что это очень серьезный механизм, там нужно и основание делать хорошие, и металл, и все заказывать, это, конечно, все очень дорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если у кого есть желание поучаствовать, ссылочки будут в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если кто самостоятельно захочет сделать такой механизм, то имейте в виду, в первую очередь, золотое правило механики, это, если вы выигрываете в силе, то теряете в расстоянии. И в таком механизме лучше использовать большой маховик. Он будет стабилизировать работу и облегчать. На первых этапах все механики, ну, вот, когда механизмы начали делать, вот, в восемнадцатом веке, в девятнадцатом, использовали на всех механизмах маховики, и они неплохо выручали. Так что, если кто будет делать, имейте в виду, что маховик желательный, работа будет стабильной, и будет механизм проще производить работу. Ну, в нашем случае, вырабатывать энергию. Следующий механизм я планирую сделать вот такого плана. Он, как бы, при против равных, ну, чтобы не стремиться в высоту, как бы, можно увеличить вес, не повышая слишком высоты. Тут можно это все реализовать с помощью, как бы, рельсового механизма, ну, так же цепи, все. Ну, я думаю, такой формат будет, как бы, энергомичный. Как это слово звучит? Ну, короче, более эффективный. Ну, в общем, все. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok